Так, вот это держи, вот это держи, это семь депутатов городского собрания. Море цветов, подарков и слов поздравлений сегодня принимала долгожительница села Верхний Юрт Айкуи Арутюнян. Свой 90-й день рождения она отмечает в отличной физической форме. Сохранить бодрость было непросто, ведь ей в годы войны пришлось самой содержать дом и отца. Семь братьев ушли на фронт и погибли в сражениях. Хоть как-то сводить концы с концами простой крестьянке помогло не что иное, как труд. И содержание своего подсобного хозяйства, коров, коз, свиней и, соответственно, правильное питание, отмечает именинница, помогли ей и спустя многие годы сохранить красоту. Все было у нас, и молоко, и все, все, все. И то, что с города принесли, все дома было, молоко и мацони, все, все, все дома. Айкуи Арутинян считает себя счастливой, ведь самое главное, в чем нуждается каждый человек, это забота и внимание близких. А семья и именинница большая и дружная, и каждый помнит заботу своей мамы, тети и бабушки. Очень строгой тетей она у нас была. Мы ее, между прочим, даже побаивались между нами. Ну и с другой стороны, была она очень добрая. Она всегда, как говорится, и накормит, и напоит, и внимания нам уделит. Всему учить всего хорошего, чтобы не обижать никого, доброе дело делать. Добрые слова в адрес Айкуи Карапетовны и пожелания здоровья не переставали звучать и за праздничным столом. Соседи, представители общества ветеранов, а также глава и депутат Барановского сельского округа не раз благодарили Айкуи за помощь в сохранении и передаче знаний из истории села. Семь братьев из этой семьи ушло и не вернулось на фронт. Их имена высечены на памятнике, установленном в честь героев Великой Отечественной войны в селе Верхний Юрт. Ну и в этом году мы планируем открыть футбольные поля, которые назовем именем, их именами. В Сочи проживает немало долгожителей и ветеранов Великой Отечественной войны. И у каждого из них есть свои заслуги и интересные истории. И поздравление их с праздниками уже давно стало доброй традицией на курорте.